Тюрьма, место отбывания наказания и одновременно место исправления. Психологические службы в режимных учреждениях ориентированы в первую очередь на то, чтобы помочь человеку, который попал в места не столь отдаленные, адаптироваться к местным реалиям и к последующей жизни на свободе, чтобы больше сюда не попадать. Профилактика суицидов, агрессии, конфликтов. Именно этой теме был посвящен семинар, который проходил на базе колонии номер 20. Кстати, здесь есть определенный успешный опыт работы. На базе арестного дома была открыта психологическая лаборатория. Осужденный в непринужденной обстановке, максимально приближенный к домашней, с помощью специалистов, работает над внутренним «я». Другой немаловажный аспект в исправительном процессе, чтобы избежать рецидива, человеку нужно помочь закрепиться по ту сторону проволоки. Так сказать, разорвать цикл – украл, выпил в тюрьму. По статистике, 85% осужденных в Мозорской колонии не имеют аттестатов. С недавних пор при содействии благотворительных западноевропейских организаций здесь возможно получить специальность, которая будет востребована. К примеру, оператор ЭВМ или же печник. Песс-служба исправительного процесса в последнее время, она приобрела новый такой виток развития. Мы изучаем активно опыт европейских коллег, Российской Федерации. Скажем так, мы стали работать не то, что по-другому, а стали работать действительно лучше. То есть в рамках гуманизации системы исполнения наказания в целом. Мы применяем более-таки методики, которые направлены на то, чтобы осужденный, выходя за пределы исправительного учреждения, нашел себя в жизни, стал полноценным членом общества. Психологическая работа над собой, обучение и труд. По задумке именно эти составляющие должны способствовать исправлению человека, который однажды, а может и не единожды переступил закон. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.